Добрый день! В фонды научной библиотеки Тюменского государственного института культуры поступили новые книги. Эти книги посвящены были юбилею Великой Победы 75-летию и одновременно юбилею Тюменской области. Объединили мы этот небольшой обзор, который состоит из трех таких глав или из трех пунктов. Объединили названием «Эпоха» и «Личность». Итак, первая тема войны. Великая Отечественная война вошла в судьбы каждого города, каждого человека, каждой семьи. Тюменская область отдала на фронт 250 тысяч человек, воинов, мужиков, работников, мальчиков. Вернулись 103 тысячи с половиной погибли. Вернулись только части. И вот интересно, когда начинаешь читать первую книгу из этих двух серий, книга, которая называется «Через фронт к победе». Книга собрана тюменскими краеведами. Главный редактор наш историк, известный Ярков. И интересный еще один момент, что книга, она выстроена материалами от фронта к победе с 1939 года до войны против Японии. Практически хронологический принцип положен в основу этой книги. И большое количество судеб. Фотографии, имена, кратенькие сведения об участниках событий, сноски постраничные. Но очень жаль, что в этой книге нет, например, такого, в алфавитном порядке, почему бы не указать, всех героев, всех воинов, командиров, рядовых, участников, вот этих вот санитарок и так далее, и так далее, которые, чьи имена использованы в книге. Вот в алфавитном порядке, рядом страница, то есть в книге не хватает вот такого вот вспомогательного, научного какого-то инструментария. Кроме того, мы обнаружили, когда я с удовольствием почитала, полистала эту книгу, как историк краевед, я обнаружила очень своеобразную неточность. Неточность, которая, возможно, отсутствие, может быть, какой-то информации дополнительной. Но вот у нас в этой книге звучат имена, целый ряд имен, причем забавные имена. Вот давайте обратим внимание. Из этой книги, вот мы узнали, например, о том, что написано «Смоктунович Иннокентий Михайлович». Он служил, да, это младший сержант, служил в 102-м стрелковом полку, который у нас в Кемене был собран и отправлен на фронт. И вот этот «Смоктунович» оказывается человек, который дважды награжден медалями за отвагу, которого мы со временем знаем как гениального актера, всемирно известного Иннокентия Смоктуновского. Но в данной книге мы обнаружили еще один момент. Вот сам Иннокентий Смоктуновский написал книгу «Быть», где он описывает и свою юность, и годы войны, и оказывается, и объясняет, что… Вот мы пришли к выводу, что в книге, которая представлена у нас, из двухсерийной, фамилия неправильная, она должна быть через он написана. То есть какие-то вот эти вот мелкие огрехи, а ведь в этих изданиях они будут пользоваться и краеведами, и учителями краеведения, и студентами. И поэтому хотелось бы, чтобы краеведческие издания подобного общественно-политического значения все-таки более четко вычитывались, более строго проверялись. Мы, кстати, скачали из интернета и приказы о награде Смоктуновского. И сам он объясняет путаницу, что вот почему так Смоктунович, это была белорусская фамилия, а потом уже на Руси он уже был, фамилия исправлена. Интересная судьба, например, мне очень понравилась, когда я читала, интересная судьба Сулеймана Замалединова. Политрук, артиллерийская батарея, четыре орудия, на которые идут танки и пехота немецкая. Все командиры погибли. И вот этот вот Сулейман берет на себя управление, команду своими артиллерийскими орудиями. Они два часа держали оборону. Они потеряли только одно орудие. Они уничтожили более 20 танков. И самое интересное, что он один из первых получил вообще из граждан Тюменской области, он первый получил орден, был награжден орденом Ленина именно за этот подвиг. Ему в 1942 году дали бы звание Герой Советского Союза. Но говорят, что во время, когда вот это была атака, когда шли танки, то он кричал не за родину, за Сталина, а он кричал «Аллах Акбар!». Вот это тот молитвенный призыв, обращение к предкам. И вот этот героизм, который проявлялся на поле боя, они проявлялись очень по-разному. Кто из нас не смотрел великолепный фильм «Небесный тихоход» про наших лётчиц, которые, это полевые бомбардировщики, ночные, их немцы прозвали ночные ведьмы. Вот, пожалуйста, Голубева Ольга. Ольга Голубева, одна из тех лётчиц, которая, что вот она штурман, она летала в определённом каком-то месте с героями Советского Союза, Зоей Парфёновой и Ниной Мурьяненко, была награждена соответственными медалями и орденами. И интересно, что после войны они все выжили, то есть этот экипаж сохранился, не погиб, не были ранены. Но после войны она заканчивает специальные курсы иностранных языков и работает переводчиком с английского и испанского языка в ГРУ при генеральном штабе. Наш вот, Министерство внутреннего дела. Интересно, например, так пора, что в Сибирском, в этой книге дальше посмотрим. Давайте, вот наш знаменитый ПО-2, это ночные бомбардировщики Смоктуновский. И, конечно, здесь вот можно сказать ещё один момент, что Кеменская область, кроме того, что здесь были сформированы стрелковые наши дивизии, кроме того, что здесь существовали учебные заведения, которые готовили лейтенантов, тех лейтенантов, которые, в общем-то, первыми и гибли во время атак, во время не обстрелянные, теоретически только научные. Но они вот перед каждым наступлением и готовили спешный выпуск всех вот этих командных училищ. И интересно, что именно здесь, в Тюмени, мы знаем, что у нас действует где-то с 1990 года постоянные 19 поисковых отрядов, которые, это не саваяры, кречет, которые нашли, разыскали, восстановили 10 тысяч неизвестных воинов. Вот они на полях незахороненные остались лежать. И предложение о том, что нужно ввести, или сам образ, сам идея бессмертного полка родилась тоже в Тюмениской области. Интересно, что Геннадий Иванов первый раз вышел со своим, сам вышел с портретом своего отца. На следующий год его посмотрели вроде как, ну ладно, вынес-вынес. На следующий год он подгоревал своих друзей, и вышли уже несколько человек. И в итоге, сейчас почти в стадии в 19 странах, существуют наши россияне, существуют участники, которые выходят 9 мая со своими портретами. Это бессмертный полк, это идея, которая, наверное, проникает во многие слои общества. Потому что вот и когда мы смотрим вторую книгу, а вторая книга, мне кажется, более интересная, эмоциональная, то есть это книга, которую нужно рассматривать, «Пеменские дивизии военного призыва», следующий том. И авторы, составляющие юбилейные издания, это наши великолепные и знаменитые, нужно сказать, что выдающиеся журналисты-краеведы, Рафаэль Гольдберг и Александр Петрушин, Сергей Кубочкин, они собрали и классифицировали уникальные материалы, очень часто из архивов. Каждая книга и первая, вторая украшены, собранные фотографии, схемы, тексты, отрывки из фильмов. И мне кажется, очень интересно само оформление этой книги. Давайте посмотрим следующий. Вот, например. То есть мы уже имеем представление, как монтировался текст, какие были фотографии. И вот перед нами портрет Росомахин Павел Афанасьевич, один из старейших тюменских художников, участник войны, один из основателей нашего Тюменского союза художников. Ну и, конечно, знамя, которое мы видим. Здесь могилы, захоронения. Дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Большое внимание, кроме наших на полях сражений, фотографий, карты, схем, большое внимание авторы этого сборника уделили такой теме, как учебное заведение. Раздел второй с учебой в бой. То есть практически, если мы вернемся, мы выясним, что у нас было порядка шести или семи учебных заведений. И вот перед нами, раз, два, три, четыре, пять. И шестое было, ну, как бы дополнительное, противотанковым готовили артиллеристов. А смотри, следующий слайд мы видим уже конкретно выпускники, герои Советского Союза, выпускники тюменских вот этих пехотных училищ. И один из выпускников, будущие командиры, царица полей, это пехота. Это, конечно, второй известный наш актер, выдающийся Евгений Матвеев. Он, посмотрим, вот он здесь уже в современном возрасте, уже признанный режиссер и артист. И вот он участник, он окончил первое пехотное училище, он сражался на войне. Он был тоже, как бы его вот судьба, она тоже связана с нашим краем. Следующие посмотрим кадры. И вот опять вернемся в каждой книге «Бессмертный полк». Вот «Бессмертный полк» без него сейчас история Великой Отечественной войны, Великой Победы нашего народа, она была бы не завершена. Потому что сама идея поток людей, современных, молодежи, детей, стариков, женщин, и во главе с президентом, каждый несет вечную память о павших, о тех, кто сохранили Родину, о тех, кто стали вот той, наверное, генетической силой нашего сибирского характера, нашего россиянина, который мы сейчас посмотрим, о которой нам расскажут следующие книги. Следующая серия – вот «Земля больших людей». «Земля больших людей», она издана в прошлом году, Тюменская область отмечала 75 лет создания, 1944 год. Организована Тюменская область. Интересно, что в течение многого десятилетия работал замечательный радиожурналист и журналист Сергей Фатеев. У него с детства была страсть. Он собирал такую копилку информации, вырезки из газет, фотографии, потом пошли записки в блокнотиках, интервью, которые он брал, факты, которые его интересовали. И в течение всей жизни, десятилетиям, он копил архив, а затем этот архив очень своеобразно структурировал. То есть они создали «Земля больших людей» – это краеведческий календарь. Здесь все материалы от 1 января до 31 декабря. Если мы с вами пролистаем, то мы увидим одновременно здесь большое количество России, Тюменская область. Вот мы видим январь, начинается зима, и мы видим дальше уже конкретно деятели. Деятели, ученые. Вот Иван Иванович Нестеров, один из тех, кто теоретиков, который обосновал, который доказал присутствие нефти, разведчиков, возглавил из Апсибирь вне институт. Мы видим следующее. Мы видим строительство. Так прокладывали зимники, так тянули нефтепроводы. Следующий мы посмотрим. То есть вот мы видели два великих генерала. Слева Юрий Эрвье, нефтяник. Справа Фарман Салманов, Курбан Аглы Салманов. Это газовик. Вот они постоянно, вот эти вот те самые деятели, которые создали, совершенно уникальны в течение десятилетий. Не просто разведали, не просто нашли гигантские запасы нефти и газа. Они организовали и строительство, и целый вот нефтяной топливно-энергетический комплекс. Практически Тюменская область, Новая область, ни Тобольская губерния, ни военная Тюмень, которой даже света, ни электричества не хватало на новые заводы. Они создали гигантский мирового уровня комплекс. И интересно, что когда по Земле тянутся вот этот вот 4-5 нефтепроводов, то этот нефтепровод, который идет с наших нефтяных и газовых месторождений в Европу, видно из космоса, как рукотворная река. Дальше. Вот мы видим, скорее всего, это, возможно, это может быть и самотвор. Вот так вот среди болот, среди насыпные, либо песок, либо привозили насыпные, и вот так вот бурили нефть. Тяжелые условия, жара, болота, которые, в принципе, проходимы были только зимой. Поэтому основные строительные материалы и основные по зимникам завозили, дальше посмотрим. Ну и, конечно, результатом вот этой огромной деятельности всей Тюменьской области, всей России, потому что это были 22 комсомольские, всесоюзные комсомольские стройки. Туда постоянно ездили студенческие отряды. Туда давали миллиарды, чтобы выстроить и материально-техническую базу нефтепромыслов, и новые города. И вот, пожалуйста, Сургут, вид сверху. Новый Сургут, не разваленные какие-то бараки и старая деревушка, а современный, красивый, огромный город. Дальше мы посмотрим. И интересно, тут же рядышком на странице, вот берем, например, возьмем, откроем этот календарь краеведческий. Например, вот сегодня 22 июля, и мы выясним, что 22 июля был в Тобольске открыт памятник. Вот, пожалуйста, Петровне Ершову, автору знаменитой сказки «Конек-горбунок». Вот немножко, и мы сразу же для себя одновременно, мы понимаем, что история присутствует не только в этом памятнике, но и в самой фотографии, уже так не снимают, уже так такие одежды не носят, уже так вот это вот как бы присутствует историей. Одновременно фотография современность и все, что происходило. Кроме того, что 22 июля Тюмень наградили очередным, Тюменьскую область наградили очередным орденом. Кроме того, что, значит, здесь было открыто судостроительный наш завод, выпустил совершенно первый танкер-буксир, который работал уже по Ля-Папе и по вот этим вот требованиям, баржи толкал и так далее. То есть мы видим одновременно своеобразную летопись от XVI века до начала XXI. Следующий посмотрим. Мы видим здесь и наших писателей, например, Тюменский Зотто Булкин, один из тех, который описывал как раз вот его лебяжье, описывал первые буровые, первые, значит, жизни людей на севере, и так, нефтяников и так далее. Следующий посмотрим кадр. А вот это вот тоже любопытно, потому что в течение 75 лет не только промышленность, не только вот с последних десятилетий, но и 50 заводов, промышленность, которой в Тюмени никогда не было, нефтегазоперерабатывающие антипинские, электрометаллургический завод, огромные молочные комплексы, мясомолочные комплексы и так далее. А вот здесь вот интересная фотография. Обратите внимание, те, кто из вас знает, это бывший, это выставочный зал, музейный, картинный галерея. Этого зала больше нет. Почему выставочный? Посмотрите на потолок. Это было временное сооружение и огромная юбилейная выставка. Тюменские художники показывают свои картины, привели, привели младших школьников на экскурсию. Школьная форма, бантики, фарточки. Мы видим девочек и мальчиков конца 70-х годов. И интересно, что вот эта санитарная сумочка, это эпоха, это детство тех, которые сейчас уже стали людьми золотого возраста. Это тоже эпоха и личности, потому что их реакция на картины, их реакция на окружающие, на разговоры друг с другом, виден уже и характер. Интересно, что выставочного зала вот в этой форме больше нет. Но тюменцы знают, как ярмарка, постоянно действующая. И было бы интересно, если бы каждый вспомнил и нашел себя в свое детство. Вот в этой книге, на этом снимке. Следующий посмотрим. Очень ярким результатом современного развития Тюменской области является украшение города Тюмени новыми зданиями, новыми проектами культурными. В частности, Большой драматический театр и театральная площадь с его фонтанами, с его растениями, с его проектами. Вот, пожалуйста, земля больших людей, город Тюмени. Следующий уникальный проект, которого в России нет, это набережная, четырехуровневая набережная Тюмени. Причем не просто четыре уровня пешеходных дорожек, но одновременно. И это пространство украшено авторскими барельефами тюменских скульпторов Иострецова Геннадия, и Василия Распопова. И в том числе, мне хочется сразу же обратить внимание, вот еще на что. При здании двухтомника военного, да, через фронт к победе и тюменской дивизии военного призыва использован новый совершенный барельеф, который очень талантливый, очень своеобразный сделали для оформления исторической площади с вечным огнем возле нашего областного краеведческого музея. Причем сделали, изготовили сверловские художники. Это Сергей Китлинов, Александр Медведев. Там же этот проект будет и оформляться. И сейчас практически, вот, я еще дней не хватило. То есть, если вы использовали при оформлении книги, вот, авторскую работу художников, вы должны были где-то, издатели, господа, написать, кто автор именно этой работы. То есть, это такое небольшое отступление. Следующий сюжет – это «Эпоха и личность». Две книги, историко-документальные сборники. Историко-документальные, потому что это действительно эпоха. «53 биографии». Единый редактор, замечательный, известный тюменский журналист Виктор Строгальщиков. Биографии самых ярких представителей науки, культуры, производства, выдающихся деятелей. Вот именно тюменской эпохи. Но интересно, что составлен этот сборник Строгальщиков, его идея, это по тому, как человек проявляется в главном деле. Не по фамилии, не по алфавиту фамилии, а по алфавиту главного дела. А именно, артист Гуляев, Буравик Глебов, воин Якин, журналист Гольдберг, издатель Елфимов, нефтяник Муравленко, писатель Лагунов, ученый Нестеров, художник Шруб и так далее. Жизнь живописица Моркин. Причем вот и среди этих очень своеобразных, талантливо написанных очерк мы узнаем и имена авторов. Вот Людмила Барабанова, вот самого Виктора Строгальщика. Поэтому читается с интересом, и одновременно мы понимаем, это не просто судьбы яркие, талантливые людей, которые не обязательно родились в Тимене, но здесь они состоялись. Здесь они нашли призвание, и здесь они своей личностью определяли и эпоху в том числе, Тименскую эпоху, в истории России. Поэтому читать книгу бесконечно интересно. И, как всегда, очерк украшен большим количеством фотографий и документальных фактов и так далее, и так далее. То есть это достаточно интересное и познавательное вот именно чтение для людей разного возраста. Поэтому, наверное, можно сказать, что наш сегодняшний обзор эпоха и вечность от Великой Победы, от тяжелых дней войны, от героев Тименской области, от участников войны, тех, кто остались на полях сражений и тех, кто вернулись с фронта домой. И нефтяники великие, великих строек Тименских, и наши современные учителя, врачи, ученые, деятели культуры – все это определяет российскую эпоху, Тименский вклад в развитие нашей Родины. Все.